доброго времени суток вот мой любимый канал а вот просто руки чешутся поделиться вот этим приобретением запасчик производителя таким библейным названием ковчег съемка производится большим библейным праздником как то так все сошлось и так очень хочется поделиться относительно вот этого спаечного агрегата что можно об этом всем рассказать выглядит вон он следующим образом попробуем так не предвзято рассказать вообще немножко именно об этом запасчике и других вариантах для такого общего сравнения и так вот так он выглядит в таком виде я его там запакованный получил значит вес у него довольно таки скажем легкий но сама такая форма у него но ничего не сделаешь нам для пакета нужно 60 сантиметров длина вот этой шины поэтому ну он таким должен быть но и тут такой вот как бы агрегат самое удивительное ну я потом когда присмотрелся тут такая вот коробка к нему присобачена но эта коробка ему то вообще не нужна там внутри пусто ну значит может там какие-то если бы это делали китайцы то он бы наверное был вот такой вот тоненький это все где-то там уместилось но бы наверное и ломался быстрее значит были на то какие-то свои причины возможно там он охлаждается ну наверное мне кажется что что-то в этом есть то есть давайте все таки проверим это все временем и получим вот эти ответы здесь есть небольшой регулятор единственный такой вот девайсик который здесь делает он регулирует время нагрева самой шины ну вообще это техническое решение называется как импульсный запайщик честно говоря кто более так осведомлен в этих технологиях пусть дать даст комментарий что такое импульсный в чем дело импульса но единственное насколько я вот понимаю он чем-то наверное напоминает вроде сварочного аппарата потому что когда проходит происходит спаивание пакета то пакет то сам очень хорошо спаивается а вот самый вот этот нагревательный элемент в принципе я бы не сказал что он так сильно и нагревается значит происходит какая-то немножко другая система ну вот кто в этом более смыслит то пусть нам разъяснит и сзади это скорее всего предохранитель вот я так себе думаю наверно ну и вот кнопочка сети где он включается выключается все больше никаких тут нету настроек значит сейчас продемонстрируем как это штука будет работать это будет самым наверно показательными давайте мы к этому сейчас вот непосредственно и приступим вот возьмем не необходимо полноценной загрузки мне нужен пакет шириной 23 сантиметра для того чтобы все получилось так как не нужно мы помещаем этот пакет вот пасть этого крокодила нажимаем здесь не нужно там не производить никакого отсчета часа продемонстрирую еще один раз как это работает вот держим какое-то время честно говоря после первых там спаивание вот этих пакетов но я немножко такое какое-то у меня сложилось противоречивое мнение но я отнесся к этому с таким пониманием что для любой работы нужно получить какой-то опыт научиться работать с чем бы это ни было ну и вот посмотрим на качество самой спайки но в данном случае есть такие моменты что вот само качество оно немножко на начальных этапах именно на первых пакетах она оставляет желать лучшего остаются вот такие пропуски это происходит из-за следующего момента сэкономила вот этот чек сэкономила ну так бывает тут у нас странные даже если так без технических особых пониманий если мы производим нажим в этом месте вот видим что тут есть ножка тут вот эту ножку они почему-то сэкономили приходится его доделывать но мы славяне еще такого советского покроя люди привыкли уже тем моментом что покупаешь иногда новую вещь и только ты ее купил и даже вот таким не не вооруженным каких-то без техническим взглядом сразу понимаешь что нужно сразу доделывать вот обязательно здесь нужно нужно добавить ножку потому что вот эта вся система как то ходит и при закрывании вот этой шины она не совсем плотно сюда пристает скажем такой есть один недостаток но со временем после проработки и более такого плотного прижатия мне кажется что даже ее нужно прогреть она где-то после двух трех пакетов начинает работать намного лучше вот сам элемент что удивительно ну не очень так нагревать немножко горячий но не настолько как как бы мне казалось чтобы полил вот этот полипропилендовый метки толстый здесь 60 или 70 микрон ну все-таки он его спаивает для того чтобы устранить вот эти пропуски том приходится эту шину прижимать более так плотно по всей поверхности и вот и это придерживает и после того когда отключается сам механизм здесь есть лампочка сейчас я покажу что она там сигнализирует мы все-таки какое-то время оставляем для того чтобы поддержать то есть а спайка проект где-то занимает секунд 15 вот теперь сразу это не срывать потому что но все-таки нагреты и расплавлены нужно подождать чтобы остыть сам полиэтилен и вот посмотрим уже на 2 2 испаем довольно таки качественно все эта проблема устранилась если нагревается элемент если паяем много пакетов то паяет он довольно таки неплохо скажем так теперь вот это технические приспособления которые вот здесь значит она работает как понимаем следующим образом когда мы закрываем эту шину вот загорается лампочка она автоматом отсчитывает 10 секунд вот и автоматом она просто отключает этот нагревательный элемент он отключился какое-то время еще придерживаем и вот показывает что сейчас механизм после поднятия верхней вот этой планки он отключился еще так и я вам скажу честно нужно отметить что вот такой агрегат то что находится вот здесь это тоже запасчик но запасчик струна он не давал полноценного шва этот шоу был ненадежный он может разрываться и так дальше он не совсем устраивал более другой вариант был такой скажем ну рутинно ручно механистический скажем вот такой вариант в крайнем случае если у вас нет ничего вы можете использовать это эта идея мне пришла не сразу носка к через какое-то время когда не это необходимо было я нашел даже вот такой способ только все дело в том что приходилось помещать вот эти спайки но это я спаивал конечно испаивал вот таким вот образом помещать фольгу которая осталась после там обивки сауны и значит вот таким вот образом этим нагретым паяльником вот это спаивать но сами понимаете сколько это все занимало времени для того чтобы сделать 50 пакетов на это уходило приблизительно 4 часа да а если так вот работать в таком режиме то времени для отдыха совсем не остается поэтому пришлось это ситуацию исправить и вот таким вот образом мы еще раз спаяем еще один пакетик если что-то не получается скажем есть какие-то пропуски то небольшая проблема там за чуть пододвинуть и еще сделать еще одну спайку скажем так но теперь спайка где-то я паял мне настолько понравилось это все процедура как-то это все так быстро происходит в любом случае прогрессивно относительно вот этого паяльника для кастрюль ну вот есть тут такое одно место скажем ну сейчас общую оценку можно будет озвучить но раньше была большая проблема перед фасовкой и перед перетариванием м значит мицелия что пакетом нету пока вот этим струле паялкой их наделаешь то уже пропадало желание вообще что то делать занимало очень много времени но с этим запайщиком я это все впилил здесь пакетом например 50 здесь еще 20 и 20 уже там на полках стоит то это все сделал я пакетом стоя приблизительно минут за 40 то есть в любом случае это очень большой плюс если там какие-то есть погрешности в запаивании то можно взять чуть чуть пододвинуть еще раз перепаять но в любом случае аппарат ну вот такой скажем ну из по 10 бальной шкале нужно поставить ему какую-то оценку я бы по 10 бальной шкале я бы ему поставил наверное такую твердую зачетную семерку из-за отсутствия вот этой ножки из-за стоимости что надо сказать в принципе за такой агрегат в наше время он приблизительно 1000 гривен я за него заплатил это где-то 120 долларов он стоит или стоил ну по факту значит 120 долларов скажем так за 120 долларов в время можно купить неплохой телефон или телевизор то есть японцы за такие деньги делают телевизор а в Украине за такие деньги делают вот такого крокодила ну скажем так это все равно того стоит потому что это экономит время а время это единственная эта ценность которая у нас невосполнима поэтому деньги которых у нас нет это время которое у нас есть и намного сложнее когда время которое у нас которое у нас которого у нас нет это деньги которые у нас есть подумайте на досуге над такой над таким моментом а с вами был мак макс цейлер желаю вам всего самого наилучшего а и и и